всем привет друзья вы находитесь на канале joy fox play продолжаем и играть в игрушку под названием русский трафик крым игрушка от студии bugger games где в этой серии мы с вами будем полный 6 уровень проедем от алушты до ялты то есть вот отсюда вот мне кстати должна тут открыться какая-то машина сколько я понимаю до ялты поедем мы с вами не знаю ну пускай будет пускай будет на газельке не знаю давно мы на газельке не ездили так сразу же включаем фары я не знаю почему в этой игре так странно это дело реализовано то есть по настоящим правилам фары нужно включать в любом случае едешь ты по трассе или едешь ты где-то в городе нужно ездить сюда с фарами друзья в этой игрушке но если брать вот трафик именно вот из этой игры где машина ездит по трассе чем не там со стрелкой тахомита случилось на по моему с ума сошла то тут в основном машина то ездит без фар что довольно таки странно мы с тобой заезжаем как я понимаю в ялту у нас меняются всякие вот эти вот виды слева справа получаются какие-то бордюры появляются но я думаю что на газельке мы будем эти семь километров ехать наверное достаточно долго то есть самая быстрая машина на пока что пока я играю в эту игрушку это у нас получается lada priora на ней мы ездили там вроде во второй серии или в первой ли серии мы на ней ездили она очень короче быстро и прикол в том что когда я немножко хотя бы поворачиваю рулем она отказывается поворачивать она поворачивает конечно на пара чуть так что меня откидывает на встречную полосу меня врезается встречный поток и наш главный герой если это была бы игра про реализм он по идее должен вообще был умереть потому что с такой скоростью врезаться это короче всегда довольно таки печально а газелька у нас тихая газелька на спокойная хотя даже на ней мы в принципе довольно таки так успешно обгоняем трафик на нашей полосе на перестраиваться игра я опять же на эмуляторе если кто будет спрашивать игрушка вот очень похоже на вояж о ее осторожно кого это там подрезал игрушку очень сильно похоже на еще одну android игрушку под названием русский водила вояж кто играл тут наверное знает о чем я говорю очень схожи в принципе подачи до что здесь нужно сделать в принципе едем по прямой да и смотрим на всякие разные виды но не перестаю напоминать то что в этой игрушке я наверное по большей части таки отдыхаю потому что здесь в основном ничего особо особенного то и не происходит но прикол то в том что у нас есть какая-то цель мы должны цель самой игры мы должны доехать успешно до симферополя уж не знаю за каким хреном нам нужно туда ехать ну наверное просто чтобы посмотреть какие-то виды я вот например в реальной жизни никогда не был на крымском полуострове но знаю что там очень тепло вот такие вот собственно говоря дела меняются периодические виды у нас есть какой-то пляж у нас есть черное море с левой стороны она у нас обычно появляется также появляется какое-то болото справа иногда но здесь если мы едем да тут какие-то какие-то провода которые идут наверное в город машинку начинает трясти машинка трясется тогда когда она набирает очень быструю скорость насколько я понимаю хотя возможно могу и ошибаться но да ладно как бы то ни было мы движемся 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 не знаю как часто будут выходить серии по этой игрушки возможно каждый день о ее и осторожно вот опять же о чем я говорю как стоит только немножко заболтаться и происходит вот такая вот жопа так вот о чем я говорю не знаю как часто будут выходить игрушки по этой вы как как часто будут выходить видео по этой игре возможно они будут выходить вообще каждый день возможно и нет и вообще подписывайся на канал если ты еще не подписан потому что здесь видео выходит каждый день я специально для вас друзья стараюсь как-то расширить свой так сказать кругозор игр, записываю разные игры, но с вами сейчас на данный момент на канале идет игра пикап, плюс еще эта игрушка, да, русский трафик плюс еще ретро гараж, плюс у меня еще в голове есть несколько игр, которые я также хочу поиграть на канале, но просто не хватает, друзья, времени вот, такие, собственно говоря, дела хотелось бы записывать по 3 ролика в день, ну, тогда, друзья, мне нужно будет увольняться и становиться бомжом потому что у меня в реальной жизни не будет денег на мое злачное, так сказать, существование, поэтому, друзья, как-то вот так вот, серии будут, наверное, не такие длинные, возможно, они будут там по 10 минут, возможно, даже чуть поменьше, но потому что 3 игры, 3 игры, я считаю, что это оптимальная длина серии по 10 минут, если будут выходить 3 видео в день, поэтому как-то так вот мы практически доехали, 7 километров прошло, в принципе, быстро, хотя, мне кажется на какой-нибудь приори мы доехали бы, наверное, намного быстрее, так, будут у нас тут какие-нибудь виды, виды города, блин я вот реально, как какой-то сумасшедший газелист пытаюсь всех обогонять в наглую, не получается, ладно, мы уже почти приехали, так, уровень завершен открыт новый автомобиль, отлично, давайте его посмотрим, что у нас сейчас открыли у нас открыли, у нас что открылось подожди, так, закрыть это продолжить, газель это понятно, G-класс у нас была лада 4х4 и нам добавили какой-то G-класс, G-класс, что, гелендваген что ли, ну, по-прежнему еще не доехали до Ялты мы находимся вот здесь, вот в Алуште ну, давайте выберем новый автомобиль не знаю, что это за G-класс так, включаем фары да ладно, серьезно, что ли, это ой-ой-ой, потому что, что задний ход-то включил нет, нам надо вперед ехать слушай, ну, по-моему, нам добавили гелик прикольно, слушай, но гелики я в этой игре еще не ездил прикольно, G-класс, это же гелик я все правильно понимаю, гелендваген буду думать, что так на самом деле, хоть я и говорил каждую серию, что это игрушка не про политику да, опять же, напоминаю, это игрушка просто про путешествия по путешествия на отечественных автомобилях по полуострову Крым тем не менее, тут не только у нас отечественные автомобили, как я вижу, уже есть тут у нас еще есть гелик так, подожди, по скоростным характеристикам сразу же скажу, что машинка довольно-таки быстрая она очень быстрая и, кстати говоря, по сравнению с предыдущими машинами, она очень управляемая так, она очень управляемая, ее не трясет на высоких скоростях, что, в принципе, логично так, вот если смотреть по спидометру, я сейчас только что разогнался 160 км в час и машину, в принципе, не начало трясти, как сумасшедшую мы такими темпами быстро доедем по-моему, я нашел автомобиль своей мечты в этой игре не знаю, ну, поездим, наверное, немножко на нем потому что реально прикольно сделано, что она ее не трясет то есть, вспомни, когда у нас была серия, когда я ездил на приоре я немножко, немножко руль поворачиваю направо и машину просто сносит куда-то, нафиг, хрен знает куда а здесь я еду на 4 передаче, 160 км в час машину не трясется, машина хорошо держит дорогу сколько здесь всего передачи? здесь 6 передач, если что то есть, это единственный автомобиль в этой игре насколько я понимаю, где есть 6 ступка по коробке передач но она все равно становится немножко неуправляемой то есть, скорость у нас уже 190, почти 200 км в час ее не трясет, ее не трясет и это просто замечательно, друзья я думаю, с этой машиной мы довольно-таки быстро доедем с тобой на Симферополе, наверное не знаю, вот следующая серия будет мы начнем, наверное, с этим же, с этого же самого автомобиля хочу на нем немножко поездить просто по карте по ее и осторожно блин, тормозит она не очень хорошо, кстати говоря так вот, если смотреть по карте по главной карте всей игры в Симферополе, это наша конечная с тобой остановка где мы, я не знаю, что будет делать наш герой покажет мне нам вообще, с какой целью он туда ехал или это но, скорее всего, не покажет потому что игра немножко про другое игра про то, что ты просто едешь по этому городскому или внедорожному трафику блин, какая ты медленная вот впереди едет машина, вообще не разгоняется дорогу, блин, трафика очень много стало неужто мы въезжаем реально в крупный город давайте вот так вот обгоним собственно говоря, такие вот дела такие вот новости пока что на канале поэтому я, ну, просто подпишись ну чё тебе тут реально, тут столько игр у меня 700 роликов, друзья, на канале конечно, не все ролики андроид игр но, тем не менее я сейчас активно веду именно андроид игры поэтому здесь-то можно идти какие-то интересные у нас на канале есть всякие разные хорроры всякие разные приключения просто какие-то смешные игры в виде того, например, как не буди соседа как-то так игра называлась где мы вламывались квартиры давали лещей нашим соседям палкой там, сковородкой так, ну чё, уж приехали, да, практически очень большое, крупное движение стало на трассе блин, не получается все подряд обгонять потому что очень много машин но, тем не менее, едем хорошо так, на пятую передачку переключили скорость у нас 140 км в час все нормально виды у нас пока что те же самые ничего нового пока что тут не добавилось кстати говоря, если кто-то думает что тут начинаешь один уровень вот эти вот виды, они будут весь уровень немножко ошибаешься автолюбитель я проехал уже 100 км прикольно так, уровень завершен давайте потом оценим так, уровень 7 Ялота-Севастополь такой довольно-таки длинный маршрут на самом деле который мы поедем в следующей серии пока что, друзья, подписывайтесь на канал ставьте палец вверх и увидимся в следующих сериях всем пока Субтитры сделал DimaTorzok